Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о забывчивой даме и парконах в Шереметьево. Одна моя знакомая вышла замуж. Ну, с кем не бывает, подумаешь. Однажды утром она ехала на работу и была остановлена доблестными сотрудниками ДПС с целью проверки документов. Инспектор долго мял в руках ее бумаги и вдумчиво их изучал. В итоге он предложил моей знакомой пройти в дежурную машину для составления протокола. Предварительный приговор был недействительная водительская или ОСАГО. Новоиспеченная мадам взвилась и принялась было сопротивляться, но инспектор спокойно указал даме на то, что в правах и полисе у нее разные фамилии. Тут-то ее и осенило, и она вспомнила, что выходя замуж, напрочь забыла поменять водительское. В этот раз инспектор попался понимающей. Но вообще наказание за подобную забывчивость у нас суровое. Штраф за езду с таким удостоверением составляет от 5 до 15 тысяч рублей. При этом красный седанчик, на вполне законных основаниях, должен был уехать на штрафстоянку до замены водительского удостоверения. Мой вам совет – посмотрите внимательно все свои документы, а то будет дорого и хлопотно. В московских аэропортах абсолютно безбожные цены на парковку, и Америку я тут не открыл. Мало того, бесплатных и доступных парковок в зонах аэропортов категорически мало. Вот и решают автомобилисты свои проблемы, как получится. В основном получается барковаться ближе ко въезду, но тут разгораются невиданные силы трагедии. Например, в Домодедово, стоящих не по правилам, гоняют представители службы безопасности аэропорта, что часто приводит к дракам. Во Внуково, желающие сэкономить, стоят в соседнем поселке. В Шереметьево стоят, где попало и как попало. Властям Московской области это надоело. Не то, чтобы они насильно загоняли всех на платную парковку у терминала. Нет. Аргументации на этот раз почти вразумительные. Область готовится к приему гостей чемпионата мира по футболу. Значит, гости не должны видеть творящийся бардак. Поэтому уже за два года до события вокруг аэропорта Шереметьево начали ездить парконы. Автомобилисты отреагировали сразу. В ход пошли бумажки, тряпки и компакт-диски, закрывающие часть номера. Похоже, начинается еще один локальный конфликт за бесплатное. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Территория машин